Большое место в идеологических диверсиях империализма против молодежи Советского Союза и других стран социализма занимает пропаганда западного, прежде всего, американского образа жизни и таких его элементов, как искусство, музыка, мод. Беда не в модах самих по себе, а в том, что с модами проникает чуждый духовный хлам в нам, чуждые идеи. Модно, например, сейчас за рубежом носить всякого рода украшения, цепочки, бреложки, медальоны и прочее. И эта мода перекочевала и к нам. Часто говорят, что, а что плохого, если человек носит медальон? Да ничего нет плохого, пусть себе на здоровье носит. И не об этом речь идет, а речь идет о том, что цепляет часто, что попадется в мод. Модный он поцепил. Как-то у студента цепочка на шее, решили поинтересоваться. Ну-ка покажи, дорогой, пожалуйста, вытаскивает на цепочке большой величины медаль с изображением, кого бы вы думали, фашистского диктатора, пана Талсуцкого. Как же так? Советский студент, комсомолец, носит на своей груди, вляхав с изображением фашистского диктатора. Что же ты думал? Как ты дошел до такой жизни? Да ничего нет. Бездумно. Модный он поцепил. Думаю, что вообще наклейка, значок, интересная картинка и все. А на самом деле символика является средством в идеологических диверсиях. Кажется, безобидная цифра на футболке 88. А кажется, цифра 88 имеет двойное значение. С одной стороны, это символ наемника убить, а с другой стороны, эта цифра связана с 1988 годом, тысячелетием принятия христианства на Руси. Так и получается. Безобидная цифра, а, пожалуйста, пропаганда, с одной стороны, клирикализма, с другой, милитаризма. Идея политичности, насаждаемая буржуазной пропагандой, проникает, к сожалению, и в среду нашей молодежи. И находит свое выражение, в частности, в отрицании связи, музыки, моды, искусства, с политикой, с идеологией. Так, например, Саша из Иркутска пишет. Мне безразлично, что слушать, какие песни. Я и слова не понимаю. Главное для меня приятное сочетание музыки и слов. Кстати сказать, эти мысли иногда можно встретить и у наших отдельных деятелей литературы и искусства. Так Андрей Вознесенский говорит, что надо разрешить молодым танцевать, петь все, что они хотят. Пусть занимаются чем угодно. Как же так, безразлично, какие песни слушать и о чем слушать? Ведь музыка бывает различная, и песни бывают различные, в том числе и русгруппы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!